МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добро пожаловать! Вы смотрите важную и интересную для каждого, кто хотя бы раз прикасался к видеоиграм, викторину «Кто хочет стать игроманом». Меня зовут Александр Моженок. Вы хотя бы раз вообще догадывались, что приятное времяпрепровождение за видеоиграми может вам принести большую пользу? Да, ведь именно у нас, отвечая на вопрос викторины, можно пополнить свою библиотеку игр в Steam. Ведь достаточно для этого всего пройти в группу ВКонтакте, в группу в Steam или в канал в Дискорд, просто подать заявку, и вы уже автоматически попадаете в кресло игрока. Как вы помните, в предыдущем выпуске мы отмечали 25-летие формата «Who wants to be a millionaire» в России. И сегодня мы также продолжим это яркое событие, вспоминать и делиться своими впечатлениями. На этот раз в кресло участника я посадил своего хорошего знакомого, с которым нас и связала эта телеигра. Встречайте, Антона Марченко из Москвы! Приветствую! Здравствуй, Саша, Александр, я... Ну, давай, наверное, Саша, буду общаться, все равно уже знакомые люди. Ну да. Не совсем, наверное, привычная для тебя обстановка, да? Ну почему? Я в этих ваших онлайн-форматах уже давно варюсь, как бы. Это я сейчас этим забросил заниматься, вон. Спешлы только одни делаю. А так-то, так-то, да. Ну я не совсем про онлайн-форматы, а про то, что, как говорится, наша-то версия миллионера, она не совсем обычная. Она про видеоигры. Ты-то, наверное, привык участвовать в оригинальных версиях. В любом случае. Ну и участвовать, и проводить, естественно, участвовать. Это прекрасное восхождение, которое оборвалось так быстро. Ну да. Ну, давай уже отметим о том, что кто хочет стать миллионером, это всегда была программа для тех, когда люди, когда садились в кейс-сво игрока, они все равно попадали не в свою тарелку. Ну, оказывается, не в своей тарелке. Это было... Всегда было интересно за этим наблюдать. А как ты вообще сам-то познакомился с этим форматом? И какой период нашей версии российской ты считаешь лучшим? Ну, я родился в 2002-м, так что я в любом случае должен был так или иначе познакомиться с этим форматом. Первые мои воспоминания датировались где-то с 2005-го года. Ну, уже вот как раз и сознание приходит, и еще что-то. 2005-2006-й. Я как раз-таки тогда застал выигрыш с 3-х миллионов рублей. Первый. Единственный при Галкине. Я тогда застал много чего. И, естественно, ну, детское мышление как работает. Чем чаще что-то смотришь, чем дольше что-то делаешь, тем быстрее к этому привыкаешь. И вот как-то оно все и переросло, соответственно, и с простой детской забавой в то... Ну, чем я сейчас, конечно, не занимаюсь. Я на миллионере, там, условно говоря, не работаю, но я очень тесно связал свою жизнь с телевидением, например. Так что вот как-то так. Да, вот расскажи про свое участие в миллионере. Не так давно вышел выпуск с твоим участием. Я там тоже сыграл свою роль. Не самую приятную. Да, вот я как раз поэтому и говорил. Ну, что сказать. Подал анкету, сел в кресло. Я, причем, обидно сначала на первом отборочном туре должен был вроде как проходить, но перепутал ответы. А потом как-то уже сыграло то, что... Ну, просто именно ловкость пальцев. То есть, ну, тренировался как-то перед этим. И ведь понимаю, что люди, участники, не в обиду никому, ну, сидят... Ну, то есть, допустим, слива от меня сидела вообще там бабулька или 60, или сколько ей было. А справа, ну, обычные люди. То есть, тут как бы... Тут как бы просто надо было вовремя, так сказать, ровно поработать пальчиками. Что и произошло. Единственное, да, жалко, что так резко слетел. Ну, хотя бы не с нулем уже хорошо. Но в любом случае... В таком случае, как мне кажется, можно хотя бы там перепадать заявку, еще что-то, что я, естественно, и сделал. И надеюсь, что, может быть, через годик, другой, в любом... При любом раскладе, то ли, может, я интерактивы играю, может быть, опять заявку одобрят. Не знаю, но я постараюсь все-таки взять свой реванш. Получится? Не знаю. Но мечтать не вредно, как бы. Все равно 3 миллиона-то они... Они там. Добраться. А смотришь ли ты формат миллионера из других стран? Ну, учитывая то, что я занимаюсь на своем YouTube-канале, естественно, то есть я делаю различные мокапы, заставки, так сказать, всего. И у меня покупают довольно-таки часто. Причем, кстати, в последнее время только французы, допустим. Но у меня только французские клиенты. Поэтому, естественно, по долгу службы приходится смотреть. В особенности не просто смотреть, а именно что изучать. То есть обычно люди как делают? Они что-то смотрят, как жвачку это, да, там... Себя в голове как-то прожевывают и выбрасывают. Ну, у нас так все телевидение работает. А тут нет. Тут приходится чуть ли не каждый кадр разбирать попиксельно. То есть как бы... Тут не просто смотришь. Тут как раз-таки, наверное, даже не просто смотришь, не изучаешь, а как будто производишь вскрытие в морге, короче. Буквально вытаскиваешь какие-то крупицы, еще что-то там. Главное, чтобы не упустить какие-то металли. То есть тут вот так это все работает. Ну, по крайней мере, так у меня. Я не могу сказать за других. Но я сейчас поясню для зрителей. Антон занимается очень интересным делом. На самом деле он воссоздает студии миллионеров 3D-графики. Не каждый это умеет, не каждый это может. Потому что, ну, реально, как он сейчас и сказал, каждую крупицу нужно выглядеть, высмотреть, как-то это воплотить в графике. И на самом деле, вот если взять всех, кто в мире делает подобные вещи, то вот Антон один из таких топов, наверное, кто этим занимается. Давай перейдем к видеоиграм. Ты не особо, наверное, сильно в них залипаешь. Расскажи, во что... Ну, зависит, зависит. Да, расскажи, во что сейчас частенько можешь зарубиться. Ну, естественно, сессионки наши все. То есть, как бы, 3000 часов в Counter-Strike, ну, уже сейчас 2, не дадут соврать на моей странице в Steam. Вот, значит, что еще могу сказать? Обычно я играю в какие-то сюжетные игры, допустим... Ну, вот я сейчас Якудзу перепрохожу, допустим. Потому что я как их прохожу? Они же игры обширные, особенно последние части, да, для того, чтобы... Хочется проходить их на 100%. То есть, первый раз прохожу сюжет, а потом уже второй раз, ну, там, что-то по 2 смакую. Не играю, а вот это все. То есть, пытаюсь проходить на 100%. Сейчас прохожу пятую Якудзу. Значит, что я еще прошел? Могу, в принципе, сейчас Steam открыть, посмотреть. Все равно это читерством, гуглерством не считается. Именно реально посмотреть. Вот, значит, в Соника играю. Тоже одна из моих этих... Guilty pleasure. Потому что быть Соника фаном сейчас как бы не модно. Оно и раньше было не модно. А сейчас так и вовсе засмеют. Вот, значит, ФНАФы прохожу плюс-минус. Когда настроение есть. Как достать соседа играю? В переиздание, естественно. Ну, чисто игра детства, вспоминаю. Вот. Из недавнего, вот еще GTA. GTA 3 прошел. GTA Vice City. Причем, GTA 3 прошел в первый раз в жизни. То есть, как бы, раньше я что-то... По-моему, позже... Иси, там... Рея... Как его, господи, Рея... Забыл фамилию, но помню, что Рея персонаж звать, который продажный ком. Вот. Сейчас вот GTA Vice City как раз запустил. Тоже для того, чтобы пройти ее в первый раз. Хотя, при этом, творил кучу обзоров. Знаю, чем там закончится. Просто вот ощущение. Ощущение от этого всего старого. Вот, в принципе, в принципе, пока что все. Ну, еще и в трекманию поигрываю так частенько. Ну, типа, раз в неделю чисто зайти. Попробовать какие-то треки пройти. Но старые-то легендарные игры, это все, конечно же, хорошо. А вот за новинками видеоигровой индустрии вообще следишь? Ну, сижу в игровых пабликах, смотрю презентации, естественно. Меня это не сильно привлекает. Вот у меня есть знакомые, которые... Блин, пошли в Little Company, в Little Company, сюда-сюда. Ну, не понравилась мне игра. Ну, не хочу я в такое играть. То есть, как бы... Следить, следить это одно. Играть это другое. Я не против поиграть в какие-нибудь новинки, да, действительно. Там, если они относятся, допустим, к каким-нибудь франшизам. То есть, я как бы новинки, опять же, от Якудза проходил. Ну, кроме восьмой части. Восьмую часть я не буду прогать, как и седьмую. Впрочем-то, из-за того, что они как японские RPG. То есть, как бы следить. Вот, следить, слежу. Играть. Сейчас особенно, учитывая занятость, ну, не сильно хочется. А так, в принципе, появилась бы у меня свободная неделька-другая. Может быть, какие-нибудь новые тайтлы я бы и посмотрел. Ну что ж, перейдем к правилам нашей игры. Я не буду их сильно тебе размусоливать. Мы играем по Classic Version. Собственно, две не сграем их суммы. Мы их будем так называть, потому что... Давай уж будем честны. Поиграем мы сегодня с тобой на благотворительность. То есть, весь спектр, который ты сегодня, возможно, выиграешь призового фонда, то мы перенаправим тем, кому поистине это будет необходимо. А главный приз у нас три игры за 2000 рублей. Три подсказки. 50 на 50. Помощь интерната. Право на ошибку. Готов? Да. И для Антона Марченко начинается игра «Кто хочет стать игроманом». Первый вопрос. И DLC за 15 рублей. Кто является создателем знаменитого Тетриса? Алексей Пожитнов, Киллиан Баппе, Арнольд Шварценеггер, Микки Маус. Алексей Пожитнов, ответ окончательный. И это правильный ответ. Второй вопрос. Какая компания в ноябре 2020 года выпустила сразу две новые консоли девятого поколения? А, Nintendo, Xbox, PlayStation и Sega. Ну, это Series-версии, S и X, судя по всему. Да, это Xbox, ответ окончательный. И это правильный ответ. Третий вопрос. Какое животное в DLC к игре Atomic Heart закидывало майора Нечаева смешными фразами, оскорблениями и различными отсылками? А, гусь, Б, петух, С, бык, Д, овца. Ну, я, насколько помню, оно и не в DLC таким как раз. Я в DLC не играл, я плюс-минус знаю только про то, что там типа серф карты из CS. Но это гусь, по идее, должен. Да, это гусь. Он появился в первом дополнении к Atomic Heart в осени 2023 года. И вот так недавно уже вышло второе дополнение. Правильный ответ. Его как раз-таки расфорсили из-за того, что, ну, сначала нашли то, что там гусь матерный. Да, да, да. И потом развили его ветку, судя по всему. Четвертый вопрос. Как называется серия игр, в которой рассказывается об отважном американском разведчике Уильме Бласковице и его противостоянии нацистскому режиму? А, Дота, Б, Вольфенштейн, С, Пуэнс, Версус, Наций и Д, Снайпер Лид. Кстати, хорошая серия игр для того, чтобы просто вот отключить мозги и пострелять немножко. Очень, очень часто иногда запускаю New Order, прям, ну, реально приятно, особенно с двух рук. Это прям, ну, бомбическая игра. Ответ, конечно же, Б, Вольфенштейн. И это правильный ответ. Пятый вопрос, который при правильном ответе принесет тебе первый инстаграмовый выигрыш. Игра за 50 рублей. Действия этой знаменитой серии происходят то на дне океана, то на небесах. О какой серии идет речь? GTA, Fable, Bioshock и Pac-Man. Ну, естественно, кстати, вот, тоже очень хорошая серия игр. Пытался, пытался начинать, но пока что вот не затрагиваю сильно. Это Bioshock, естественно. И это правильный ответ? Конечно же. Ну, хотя бы еще раз с нулем не уйду. Тебе везет, я смотрю. Хотя бы, хотя бы так. Какая вот, я вот в прошлом выпуске с нашим предыдущим участником, Алексей Друговым, разговаривал про игровые выставки. И, к сожалению, их отсутствие в нынешнее время, ну, именно оффлайн-выставки и переходом все в онлайн-режимы. Но с тобой я бы хотел вот какой вопрос обсудить. Вот онлайн-выставки, ты сказал, что за ними следишь. Какая выставка вообще, в принципе, тебе больше всего нравится? У нас их три крупные такие бывают. Это Summer Game Fest сейчас, раньше это была Е3, Gamescom и The Game Awards. Вот какой ты, за какой ты больше следишь и наблюдаешь? Ну, ТГА было интересно смотреть из-за того, какое там количество кринжа и рекламы наваливало, собственно, наш дорогой Жека Кили. Вот. Summer Game Fest. Ну, плюс-минус, что Summer Game Fest и Gamescom одинаковые. Все, какое там отличается, это только, ну, не знаю, порядок расстановки трейлеров. То есть, как бы, я слежу и за тем, и за другим, я, как бы, не вижу какой-то сильной разницы. Если бы была возможность съездить, я бы съездил на Gamescom, потому что Gamescom поближе будет все-таки. Ну, как бы, Германия, да. То есть, а так, ну, то есть, какого-либо... Нет, нет какой-то... Нет какого-то крючка, ради которого стоит смотреть сейчас презентации. Особенно, учитывая, что даже несмотря на то, что вот эти все фестивали, типа, проходят, все равно, что Xbox, что PlayStation и так далее, они все подхватили вот эту удочку Nintendo проводить свои, так называемые, директы, да. И, естественно, они сейчас... Им гораздо выгоднее заниматься этим и просто не перегонять аудиторию из пустого в порожнее, а вот именно конкретно акцентироваться на них. То есть, в этом... Это, конечно, ну, к сожалению, жаль, что у нас такое будущее вышло, да, но... Ну, если это будущее вышло, значит, оно должно было произойти. А на Игромире в Москве-то когда-нибудь бывал? Я очень хотел побывать. Сначала я не мог побывать из-за того, что были экзамены. ИГ, ОГ и так далее. А вот на первом курсе, когда я хотел поехать туда как пресса, то есть, учась уже на журналистском факультете, уже грянула вот эта вот пандемия. И пошло-поехало. Переносы, переносы и, естественно, полная отмена с продажи МТС. Очень обидно, что не побывал, но, в принципе, смотря на это в ретроспективе сейчас, понимаешь, что Игромир, ну, был типа средненьким, на самом деле. Учитывая то, сколько они занимали территории Крокус Экспо, там было совсем мало, на самом деле, места. То есть, условных масштабов того же Gamescom им не добрать было бы, чисто потому, что, ну, все-таки у нас нет еще такого прям пульта игровой индустрии, который есть в Европе и, в том числе, в Америке. Вот так вот. Но сейчас, к сожалению, да, как ты сказал, что Игромир сейчас, к сожалению, не проводят, но зато проводят какие-то более-менее локальные такие встречи. Это как вот в Питере, там, фестиваль косплеев, там, наверное, в Москве тоже такая история есть. Ну, они, да, были, есть и будут всегда. То есть, как бы, косплееры — это одно, да, мы тут говорим же уже про игровые выставки, то есть, это демки, это анонсы. Обычно же их делают ради этого. Ну, то есть, какие-то вот тот же Комик-Кон, да, слияние с Комик-Коном, кстати, хорошее было, на самом деле. Део Казима, наш, наш великий, наш лисия киноигровой индустрии, я буду ее так назвать, потому что именно то, что он делает. Так его называют главный казах игровой индустрии. Вот, в общем, продолжаем. Шестой вопрос, который при правом ответе принесет тебе DLC за 80 рублей. Вот как он звучит. Поехали. Ответ D окончательный. Хорошо, что мне, хорошо, что мне не надо никому звонить, и никто мне не подскажет неправильный ответ, как бы, да. Вот. Я пройду дальше шестого вопроса. Это я все, это я все еще камни в огород кидаю. Да, я злопамятный человек. Да я сам себя корю за это, ты понимаешь? Я вот тебе сколько раз уже изменения просил за это. Да, естественно, это правильный ответ платформе. Я вот реально сам себя корю за это очень часто, потому что я вообще на самом деле, вот, дорогие друзья, кто смотрел выпуск с участием Антона, возможно, есть такие зрители у нас на канале, я сразу говорил, я не уверен в своем ответе, я не уверен, но нет же. Антон решил меня послушаться и в итоге подставить мою задницу на всю страну. Какую пьесу Уильяма Шекспира актеры называют шотландской? Гамлет, король лир, Ромео Джульетта, Макбет. Шотландская пьеса. В кавычках. Я думаю, что Гамлет. Почему? Не уверен, но, я не уверен, но, скорее всего, Гамлет. Такое предположение у меня. Спасибо. Ну, давайте Гамлет ответы окачать. Правильный ответ, Макбет. К сожалению, вы ошиблись. Ну, это значит мой уровень, вот, да, я так и предполагал. Ну, да ладно. Да ладно. Как говорится, кто старое вспомнит тому, ну, вы поняли. Седьмой вопрос, который мы при правильном ответе принесет тебе игру за 100 рублей. Вот, как звучит седьмой вопрос. Кто наблюдает за прогрессом и выбором игрока в серии игр The Dark Pictures? А. Хранитель истории. Б. Мрачный женец. С. Кровавый Олсен. Д. Павший солдат. Так, серия игр Dark Pictures это вот эти от Supermassive Games, судя по всему. Это наши все интерактивные вот эти выборы. Не знаком, не знаком конкретно с сюжетами, не знаком конкретно с этими игровыми механиками. Ну, в том плане, что, допустим, я знаю, что есть такие игры, знаю, там, может, плюс-минус сюжет. Но, ага. Давай полтинник сразу возьмем, че мелочится. Я тут не знаю, типа. Хорошо, игрок берет подсказку 50 на 50, и мы выбираем два неверных варианта ответа. Либо хранитель истории, либо павший солдат. Ну, наверное, тогда хранитель истории, потому что... И по истории все-таки пишутся. Павший солдат, я не помню, чтобы в играх... В хоррор-играх, в которых кучка людей исследует какие-то непонятные дома, были павшие солдаты. Ну, давай тогда хранитель истории. Окончательный ответ? Да. Ответ принят. The Dark Pictures это антология игр. На данный момент вышло 4 основные игры и одна VR-версия. Последняя, последняя Quarry, по-моему, называлась или как-то так. Quarry не входит в антологию Dark Pictures. Все игры серии, они так и называются. The Dark Pictures Anthology, и пошло-поехало. Начало всех историй нам повествует... Человек в шляпе и в таком дорогом костюме. Ну, не в шлеме, не в шлеме хотя бы, уже хорошо, да. Хранитель истории, правильно ответ. Ура! Продолжаем! Восьмой вопрос. Игра за 300 рублей, если правильно ответишь. Две подсказки осталось. Помощь интернета и право на ошибку. На какую организацию работал Адам Дженсен в Deus Ex Human Revolution? А. Фема Б. VersaLife Ц. Шериф Индестриз И Д. Тайюн Медикал На Шериф Индестриз он работал, но он работал, типа, внештатником. Я точно знаю, что VersaLife это... Ну, что Тайюнг использовалась в качестве локации в третьей... Третьей игры, когда, собственно, Дженсен летит в Гонконг... Не в Гонконг, хотя нет, по-моему, в Гонконг. А. Фема это, собственно, главное... Ну, одно из главных корпораций, которая у нас фигурирует в первой части. Самой первой, которая еще разрабатывалась в студии ION Interactive. Для ION Creations, что-то такое. Ну, короче, вот. А VersaLife у нас это просто медика-компания, в которую Дженсен может прийти обновить свои импланты, если... Ну, типа, он может обновить свои импланты, когда у него там что-то в голове происходит. И это, естественно, влияет на один из босс-файтов. Я не помню с кем, но там такой мужичок... Не накачанный мужичок, потому что это первый босс, а такой, ну, пацан молодой, как бы, в этих имплантах. Там еще статуи разрываются, вот, короче. Ты, я так понял, играл в Deus Ex? Конечно, конечно. Invisible War не особо люблю, а остальные... Ну, мне очень жаль эту серию игр, особенно учитывая недавние перестановки в... Embracer Group, которую уже, наверное, весь мир ненавидит за то, что она, собственно, понакупала и не смогла, естественно, со всеми этими студиями разобраться, но да. Это такой краткий экскурс, короче. Принимаю окончательный ответ. Да-да-да. Ответ принят. Безупречный ответ, правильно. Меня что еще удивило, так это то, что в одном из... По-моему, даже в первом выпуске у тебя был вопрос на... Максимальное количество видеопамяти в 40-90. То есть, как бы, я как гордый владелец 40-90 удивился тому, что то ли на восьмом, то ли на девятом вопросе такой легкий, собственно, вопрос попался. А тут вот такое. Так, продолжаем девятый вопрос. Неплохо ты идешь. Весьма неплохо. При правильной ответе уже будет игра за 500 рублей. Всего два шага до второго низграммого выигрыша. Что нужно смешать, чтобы получить обсидиан в Майнкрафт? Это шутка какая-то или что? Ну, я понимаю, игры на благотворительность. Я условная вот эта звездулька, да, там вопросы полегче. Но не настолько же. Ну, серьезно. Ну, как бы. Просто ты сейчас... Ты играл в Майнкрафт, ты так понял, да? Кто не играл в Майнкрафт? Просто смотри, нет. Просто я тебе сейчас объясню. Майнкрафт, понятное дело, играли многие. Просто не все, возможно, помнят, что из чего крафтится. Потому что ты сам понимаешь, в Майнкрафте сотни всяких разных рецептов, которые... Но это единственный крафт, который... Ну, даже не то, что крафт, а который ни с чем не спутать. Ты либо получаешь булыжник, либо получаешь обсидиан. Это тебе каждый скайблокер расскажет, соответственно. Лекцию целую проведет о том, в какую миллисекунду надо поставить три блока, ведро лавы и ведро, собственно, воды. Поэтому ответ окончательный. Просто... Короче, ты меня понял. Просто не все реально знают, что к чему. Потому что в Майнкрафте ты сам понимаешь, что бывают рецепты, которые вообще за пределы куда-то какой-то физики, там, химии и так далее. В Майнкрафт два миллиарда человек сыграло. Да, я знаю, это самая популярная игра в истории игровой индустрии. Вот. Ответ принят. Игра в Майнкрафт называется. Судит наши вопросы. Просто, ну, реально... Там даже играть не надо, просто видосы посмотри. У нас были игроки в Игромане, которые в Майнкрафт либо не играли, либо вообще ненавидят эту игру за то, что она им как-то насолила. А я угадаю, а они что, любят копатель онлайн или что? Они любят том старт, как говорится. Да, вода и лава. Именно из этого чертежа мы получаем обсидиан. Десятый вопрос. Игра за 500 рублей у тебя сейчас уже есть. Приз десятого вопроса. Это сезонный пропуск, то есть где-то 850 рублей. А... До сих пор две подсказки сохранены. А то есть, сезон... То есть, допустим, сезонный пропуск второго сезона Call of Duty Modern Warfare 3 тут не заработает. Хорошо, я понял. Но с Call of Duty там отдельная история. Там, там, к сожалению, все очень плохо. Вот. Посмотрим, каково будет дальше, да. Десятый вопрос. Сезонный пропуск. Поехали. Какого бога убивает Кратос для того, чтобы стать тем самым богом войны? А. Зевса. Б. Ореса. Ц. Геракла. Д. Посейдона. Ну, бог войны Орес. Либо всему. Потому что... Не, стоп. Если... Это мы говорим про оригинальную трилогию, правильно я понимаю? То есть, не про ребуты. Когда он там с сыном может быть. Это я... Я надеюсь, это не относится к вопросу. Я тебе открою секрет. Ребут, он был только в названии. На самом деле, там продолжается серия. А, ну, ну, то есть, я имею в виду, что это мы имеем в виду оригинальную трилогию, которая выходила на PS2, PS3. Правильно? Правильно. Значит, ну, исходя из того, что... Сам же задал вопрос, сам на него ответил. Ну ладно. Я просто, я имею в виду, что, типа, чтобы не было путаницы, да, допустим. То есть, Посейдон это бог, естественно, моря, воды. Геракл это... Как, не бог силы, как-то оно так называлось. Короче, не бог войны. Бог войны это Орес. Как бы, и... Позор мне, если я с этим ошибусь. Поэтому, ну, учитывая... Хотя, учитывая, там же мог быть другой сюжет. Но я... Не, ну, Орес, скорее всего. Окончательный ответ? Да сейчас подумаю. Просто интернет-райт не хочется. Право на ошибку тоже подсказка такая... Неудобная. То есть, как бы, я ее сейчас... Я ее сейчас воспользуюсь, а потом захочется два варианта. А тут и полтиника нет, и право на ошибку нет. Как говорил Дебров, деспотичная подсказка достаточно. Ну, нет. Тут-то есть два варианта. То есть, как бы, ни Геракл, ни Посейдон. И либо Зевс, потому что сюжет, God of War. Либо Орес, потому что это бог войны. Тут-то именно так. То есть, тут как бы, даже если было бы 50 на 50, я думаю, осталось бы так. Сейчас, ну да я подумаю, что ли, что делать. Пожалуйста, конечно. Никто тебя не торопит. Не, ну бог войны Орес все-таки. Ну, Зевс... Зевс не бог войны. Он в целом просто повелитель Олимпии. Ну, Орес, ответ Б, Орес, окончательно. Ответ принят. Кратос был когда-то уважаемый спартанский воин. Да. Да, у него... Да. Он стал призраком Спарты после того, как... Как случайно убил свою семью и за обмана этого самого бога. А позже решил ему отомстить. И убивает он... Ну, Орес. Ореса, правильно, да? Помни, Кратос. Это я спас тебя. В час твоей величайшей нужды. Я не забыл Орес. Я помню, как ты спас меня. В ту ночь. Я пытался сделать тебя великим воином. У тебя вышло. Ура! Кратос совершил невозможное. Смертный победил бога. Орес был повержен. Как говорится, зачем разработчикам перевирать реальную мифологию, когда можно взять и сделать всё по канону. Но при этом в God of War 3 там всё-таки месиловые звени меня. Ну да. Да. То есть тут уже... Ладно, поехали дальше. Поехали дальше. Одиннадцатый вопрос, который при правильном ответе принесёт тебе игру за тысячу рублей. Две подсказки до сих пор сохранены. И я уже начинаю немножко побаиваться, что ты будешь сбираться всё выше и выше. А не надо такие лёгкие вопросы делать. Вот я и не буду сбираться выше. Они не лёгкие. Они не лёгкие. Ну мы сейчас узнаем. Давайте. Одиннадцатый вопрос. Поехали. Ну, рад скорпионы были, рад чайки, насколько я помню, были в изометрических Fallout. То есть мы тут берём, естественно, все пять игр. Шесть. В семь шестую тоже. Fallout Shelter считается? Нет. Ага. Ну, уже хорошо. Хотя вроде как канон. Сомнения есть Дельфин-Олень. Потому что... Fallout Shelter просто не входит в официальную... Ну, то есть в полную линейку Fallout. А, мне казалось, что входит. Она чисто мобильная игра была. Угу. Так. Ну, рад скорпион точно, я помню, в четвёрке, по-моему, есть. А. Тут хочется взять подсказку. Я думаю, какую? Интернеты или право на ошибку? Потому что право на ошибку я, конечно, в Fallout и сильно не играл. То есть, как бы, я просто знаю, плюс-минус, что-то. Давай я, наверное, интернетом воспользуюсь. Хорошо. Игрок берёт подсказку помощь интернета. Сейчас ты должен переключить демонстрацию экрана, чтобы зрители видели, что всё честно, ты набираешь запросы в интернете. По моей команде. 30 секунд я тебе дам отсчёт. И ты должен набрать запросы в интернете. Если запрос окажется верным, ты найдёшь ответ, то ты мне просто скажешь, что стоп, я тебе остановлю время. Готов? Так, сейчас я хочу ответы видеть у себя слева, потому что у меня два монитора. Окей. Вот, чтобы было удобнее, естественно. Ну, можем начинать. 30 секунд начинаются сейчас. Не успел. Так. Всё, время закончилось. Самое... Самое бесполезное вообще шоу. Не помогла тебе эта подсказка? Ну, я ничего не теряю. Как бы... Ну, всё равно подумать хочется. Пожалуйста, конечно. Как я уже говорил, никто тебя здесь не ограничивает. Какой вариант ты больше склоняешься в итоге? Вот просто. Больше процентов. Ну, ради... Рад дельфин, потому что... Я не помню... Ну, я помню, водоёмы были в Fallout. Но я не помню, чтобы там были дельфины. Я помню только рыбок. Это мы, если имеем в виду... Там вот... Я помню, единственный водоём, это рядом с мегатонной. Как раз вот это основалось. Если я вообще правильно это помню. Почется ответить Рад дельфин. С другой стороны... Есть изометрические Fallout'ы, в которые я никогда не играл. Вот. Рад чайка. Радиоактивных котов, если что, не было в Fallout'е. Хотя, я не помню, если каджитов каких-нибудь встречали. Сейчас я его спущу. Ой, ну нет, всё-таки... Нет, скорее всего Рад дельфин. Потому что я не помню там в водоёмах, типа, таких животных. Окончательная рата? Ну да, скорее всего, Рад дельфин. Пускай будет Рад дельфин. Ответ принят. Рад, скорпион и Рад олень. Это... Животные, которые были практически в каждой части в Fallout. Ну, то есть, можно называть их наиболее частыми. Ну, Рад скорпиона точно многие знают. Я в их числе. Ну, вот. Рад чайка была в четвёртой части в Fallout. А вот, дельфин только упоминался, но в игре его никогда не было, правильно? А в какой игре он упоминался тогда? Он упоминался в документах четвёртой части. Именно в записках и книгах. Ну, конечно, подсказочка мне не помогла, но с другой стороны... Зато сам логически подумал и пришёл к верному варианту. Да. Окей, ушки. Следующим вопросом. Поехали. В каком году вышла первая в истории ММО-игра «Хабитат» от LucasArts Entertainment? А в 1977 году, Б в 1983, С в 1986 и Д в 1990 году. ММО-игры всё-таки вещички, требующие онлайна. С другой стороны, LucasArts компания всё-таки довольно-таки давняя, учитывая, что «Звёздные войны» у нас в каких-то 70-х как раз-таки выходили. Вопрос заключается в другом. Она первая в истории. ММО. ММО. Мультиплеерная онлайнная игра. Ну, не 90-й точно. Или 86-й, или 77-й. Потому что 83-й... Ну, если бы это был 77-й год, это было бы первая в истории, естественно. 86-й, ну просто потому что... 86-й. 90-й слишком поздно уже. В 90-е у нас консоли, там все дела. Вопрос в другом. Эта ММО-игра, ну, естественно, должна была выходить наверняка на персональных компьютерах. То есть... Она... Консоли тогда, в то время... Мы имеем в виду... У нас что только? NES? Atari? Какая-нибудь... Ну, Jaguar, по-моему... Не, Jaguar 94-й год. Это все туда. То есть у нас только Atari и NES. И... И всякие вот эти вот персональные компьютеры. Когда у нас Apple-это... Apple-это выходили... Apple-это в 73-м, что ли. У меня вот Apple-2, если выпускает. Хабитат, хабитат, хабитат. Ты что-то вообще слышал за эту игру? Нет, нет, я сейчас пытаюсь... Я сейчас пытаюсь чисто вот по истории какой-то, по датам, по истории, по формулировке вопроса добраться. Вот тут бы... Вот тут бы как раз-таки помощь интернета взять. Вот тут бы... Тут бы пригодилось, согласен. Не, ну реально зависит... Зависит от того, типа, насколько она первая в истории. Это, ну, очевидно, что это должно было быть что-то сложное в разработке. Учитывая, что на тот момент уже были условные вот эти вот квесты. Point-and-click, да? На тот момент. Даже, наверное, не point-and-click, даже текстовые больше. На командах. То есть, как она тогда... Управлялась. Игра. Ну, это не могла быть какая-то текстовая адвенчура. Это было... Это было что-то конкретное, связанное вот с... Со связью между игроками. Ну, давай возьмем право на ошибку. Я хочу рискнуть. Вот. Игрок берет подсказку право на ошибку. Последний шанс забраться еще выше наступает прямо сейчас. И первый вариант. Ты говоришь, последний шанс, как будто это последний вопрос. Нет, последний шанс подняться вверх, это имеется в виду либо пан, либо пропал. Ну, давай восемьдесят шестой. Окончательный ответ. Нет, давай сначала восемьдесят шанс, все-таки. Мне интересно просто эта дата, почему-то... Почему она здесь находится? Давай восемьдесят шанс. Ответ принят. Как в этих ваших ФНАФах четыре. Was that the bite of A? Нифига ты что вспомнил. О, я же говорю, я во ФНАФы играю. Не, ну понятно, я просто не думал, что ты именно эту фразу вспомнил. Если ты сейчас начнешь хинк читать, я сразу пойму, что я ответил верно. Так что давай... Давай, или верно, или неверно тут как бы... Зависит. Но... Правильно, что ты решил себя проверить, это правильно. Слава богу. Так, ну и теперь остается только думать. То есть, ну, естественно, три даты. LucasArts Entertainment. Она первая в истории. Просто же тут 7-7. Ты вообще удивлен, что LucasArts вообще занималась видеоиграми? А так это... Я это знал. Они этим... Ну они... У них было несколько подразделений. Они вместе с тем, что делали кино, естественно, у них было подразделения игр, моушен-дизайна и еще какое-то. По-моему, саунд-дизайна тоже. Которое потом превратилось... Которое потом... Ушло... Не, у них... Сейчас. Они занимались анимацией, которая впоследствии стала Пиксаром. Насколько я помню. Но они занимались этим, естественно, давно еще. Как раз где-то с 80-х. Ха-ха-ха. Первая в истории. Тяжело быть первым в истории, когда это происходит в 86-м году, или это, если происходит в 90-м году. При этом это ММО игра. То есть тут как этот, парадокс, короче. В любом случае, всегда первым быть сложно. Безусловно. Поэтому я не был первым в своей игре. Здесь я не первый, слава богу. И это не первый вопрос. Ага. Знаешь, будь это где-то пониже, я бы, не задумываясь, сказал 90-й год. Ну, потому что, ну, просто дата такая. Тут надо думать. Она первая в истории. Но она не может быть первой в истории в 70-х. В 77-м году. Что у нас? Она не может быть первой в истории в такое время. Да. Не, пускай это будет 86-й год. Мы с тобой попрощаемся. Я пожелаю удачи тебе, твоим будущим игрокам. Может быть. Потому что, ну... В любом случае тебе надо давать ответ. Ну, это не 90-й год. Это, ну, и не 77-й год. Ну, мне так кажется. Я... Если я ошибусь, будет приятно. Хотя, с другой стороны, как бы, меньше денег, но боготворительность. Но я уже все равно, я тут сижу, и все равно рисковать надо. Ответ С. 1986-й год. Ответ окончательный. Ответ. Хабитат была разработана для персонального компьютера Коммодор 64. Это не 90-й год. Коммодоры были пораньше. Во многих отношениях она была, как говорится, пионером. Это был онлайновый мир, который мог поддерживать более 15 тысяч игроков. Эти пользователи могли заниматься бизнесом, играть в мини-игры. Уже тогда, в эти годы, раскрывать секреты, открывать тайны. Ты говоришь, как будто это 77-й. Или, как в большинстве современных ММО, просто отдыхать и общаться. Вообще, в принципе, ММО-игры этим и довольствуются. Ну да. Это как сейчас эти, РП-сервера. Только более цивильные. Хотя я лично РП-сервера не переношу. Ну да, то же самое, да. И это было... В 86-м году. Правильный ответ. Я просто, как только ты сказал Коммодор 64, я понял, что это не 90-е, потому что Коммодор 64 все-таки были пораньше. Ну, не 77-й же год, естественно. Потрясающе. Класс. Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Слушай, до 15-го вопроса я, конечно, не дойду. Финальная сирена, дорогие друзья. Именно она знаменует тем, что сегодняшний выпуск нашей игры подошел к концу. Антон, ты просто блистательно завершаешь этот выпуск. Единственный, кто в этом выпуске сегодня полностью откатал весь хронометраж. Большое спасибо. Увидимся с тобой в следующий раз. И с вами, дорогие друзья, подавайте заявки. Мы вас всех ждем в новом сезоне. И, может быть, мы узнаем. Возможно, именно вы станете игроманом. Увидимся с вами в следующей игре. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok